всем привет на связи обучающий проект записки вебмастера в прошлом видео я показал вам как можно для сайта на cms wordpress создать и разместить галерею изображений кто не видел ссылка на урок в описании сегодня же я покажу как для галереи настроить эффектный слайдер позволяющий как листать изображение в увеличенном режиме так и запускать автоматическую демонстрацию это решение будет особо актуально для сайтов портфолио и так давайте установим плагин image zoom мы переходим в панель установки плагинов и в области поиска плагина вводим image zoom не забывайте при установке плагина сверять автора и название устанавливаемого плагина с тем который вам рекомендуют использовать нам нужно прокрутить страницу вниз и выбрать вот этот у которого автор седлекс и так мы кликаем по установить а затем поактивировать если вы все сделаете правильно то у вас на панели консоли появится вкладка sl-плагин вам нужно навести на нее курсор мыши и выбрать image zoom после чего перед вами откроется панель настроек и так давайте разбираться что же здесь есть во первых можно задать размеры для слайдера а именно указать максимальную высоту и ширину в пикселях посредством ввода значения вот эти области а также обрезать слайдер по границам браузера если ширина и высота слайдера будет выходить за рамки окна для того чтобы убрать эту опцию нужно снять галочку вот в этом чекбоксе и наоборот если хотите использовать то галочку необходимо оставить я рекомендую здесь ничего не трогать также можно задать размер слайдера для мобильных устройств поставив галочку в этом чекбоксе в результате у нас появится дополнительная область в которой мы можем установить максимальный размер слайдера в пикселях а именно вести значение его ширины и высоты соответственно вот эти области я веду 320 пикселей далее находится область где мы присвоим название кнопкам управления слайдера для этого просто необходимо ввести соответствующие слова вот эти области далее чуть ниже можно настроить счетчик при показе изображений в слайдере в правом верхнем углу выходит информация о номере изображений по отношению к общему количеству то есть например отображается запись изображение 5 из 10 так вот эту запись можно изменить то есть отредактировать значение вот в этой области посредством ввода слов а теперь внимание элементы квадратных скобках а также сами эти квадратные скобки не трогать и остальные же символы можно изменить вот это значение будет выводить номер изображения из общего количества представленных например конкретной галереи а вот это значение отображает общее количество изображений например конкретной галереи а слова image и of можно изменить давайте сделаем так чтобы у нас выходила запись например 5 изображение из 10 для этого мы преобразуем запись этой области в следующий вид далее располагается область выбора темы оформления слайдера здесь Здесь представлено 4 варианта дизайна для оформления слайдера, просмотра изображений. После ознакомления из вот этого раскрывающегося списка выберите название темы, которая вам понравилась. Я оставлю вторую тему. Далее находится раздел CSS классами, предназначенный для изменения стиля оформления слайдера, то есть для создания своего собственного варианта оформления слайдера. Здесь мы ничего не меняем и идем дальше. Чуть ниже располагается раздел, где можно настроить отображение заголовка изображения и подписи к нему. То есть при загрузке изображения, если вы в специальной области вводили какой-либо текст, то можно настроить его отображение. Для чего это нужно? Например, вы дизайнер и презентуете на своем сайте портфолио, например, вариант дизайна кухни. При этом в качестве подписи к изображению вы вводите информацию о стоимости ваших услуг по разработке подобного варианта дизайна. То есть потенциальный клиент просматривает ваше портфолио и возле конкретной работы понимает стоимость ее на подобный вариант разработки дизайна. Это очень удобно. Итак, для того, чтобы воспользоваться подобной опцией, вам нужно поставить галочки вот в этих чекбоксах и не забыть при загрузке изображения в галерею ввести соответствующую информацию в специальную область под изображением в загрузчике файлов. Также чуть ниже можно установить время перехода от одного изображения к другому. Для этого нужно ввести соответствующее значение вот в эту область. Значение нужно ввести в миллисекундах. Одна секунда равняется 1000 миллисекунд. Кроме того, далее располагается очень важная опция, которая позволяет установить для нашего слайдера режим автоматической демонстрации. Для выбора автоматического режима необходимо установить галочку вот в этом чекбоксе. Также можно установить прозрачность фона, то есть слоя, расположенного между слайдером и сайтом. Для этого вот в это поле нужно ввести значение от 0,1 до 0,9. Чем значение после точки больше, тем менее прозрачный фон получится. И наоборот. Далее располагается область настройки функциональности кнопок управления. Здесь можно убрать кнопки навигации на изображении, отключить переход к следующему изображению при нажатии конкретной кнопки, отключить кнопки управления слайдером. Для активации необходимо установить галочки в соответствующих чекбоксах. И наоборот. Если вы не хотите какую-то из опций использовать, то галочку в соответствующем чекбоксе не устанавливайте. Далее вы можете для конкретных страниц заблокировать запуск слайдера. Для этого необходимо указать ссылки на них вот в этой области. Кроме того, можно отключить вызов слайдера на мобильных гаджетах. Для этого вам необходимо поставить галочку в этом чекбоксе. И наоборот. Если хотите отображать слайдер на всех разрешениях, то галочку в этом чекбоксе не устанавливайте. Итак, настройки слайдера для просмотра изображений завершены. Теперь давайте сохраним изменения. Если же вам нужно сбросить все совершенные настройки в этой панели, кликаем вот по этой кнопке. Кстати говоря, на остальные вкладки этой панели можете даже не заходить. Не тратьте свое время. Итак, мы сохранили все изменения. Теперь при просмотре любого изображения, а именно при клике по нему, будет выходить эффектный слайдер. Но цель моего видео было показать вам, как это работает с галереей изображений. Теперь нам нужно создать галерею. Если вы не знаете, как это сделать, то под видео будет ссылка на мой урок, где я подробно объясняю шаг за шагом, как это можно сделать. Итак, галерея создана. Кстати говоря, теперь после того, как мы установили на сайт слайдер ImageZoom, при наведении на нашу галерею будет появляться лупа, а при клике, соответственно, запускаться слайдер. Даже если вы в панели создания галереи, в раскрывающемся списке ссылка выбрали медиафайл, либо страница вложения. Но при выборе положения нет, запуск слайдера производиться не будет. Запомните золотое правило. Если используете стандартную галерею без слайдера, созданную посредством плагина ImageZoom, то в этом раскрывающемся списке для корректного отображения выбирайте положение нет. Но если вы используете плагин ImageZoom, то выбирайте либо страницу вложения, либо медиафайл. Но лучше используйте медиафайл. Теперь давайте перейдем на страницу и наконец-то увидим, как все это работает. Итак, вот наша галерея. Теперь наводим курсор мыши и кликаем по ней. Пожалуйста, все работает просто шикарно. Пользуйтесь на здоровье. Такой вот эффект достигается совместным использованием плагина ImageZoom и стандартного способа создания галереи. Для сайтов портфолио, фотостудий и диджитал агентств применение такого эффекта для демонстрации портфолио является просто необходимым. Успехов вам в творчестве! А на сегодня у меня все. С вами был обучающий проект записки вебмастера. До встречи на волнах наших эфиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова